Добрый день всем выжившим на ютюбе! Сегодня мы с вами проходим астероид гитар. Давно у меня руки чесались сюда залететь, посмотреть, что же здесь за приключение такое. Располагается между Зилу и Серп, ловая фракция нападает на нас, то есть будут серпловцы, которые будут атаковать мои, я уже не помню, что то ли аккумуляторы, то ли производство электроэнергии, поэтому это мы обязательно учтем. Итак, что у нас имеется? У нас есть вот такой здоровый астероид, какие-то точки высадки врагов за мной, то есть будут чисто летучки. Это, в принципе, с одной стороны немного упростит задачу нашего выживания здесь. Я уже здесь вижу возле базы ресурсы. Так, у нас есть, в принципе, все необходимое. И с серповидными дрелями сейчас мы будем застраивать базовые ресурсы. Строиться я буду стараться максимально компактно, чтобы все у нас находилось возле базы, чтобы враги нам не откусывали жирные куски от нашей постройки. Времени нам дается не так уж много. Не знаю, будут ли они сразу двухсторонно или по очереди нападать, но тем не менее оборону придется строить. Поэтому попробую... А, кстати, пушки, серповских пушек нет, но у нас есть дефрагментации, пики есть, в принципе, местные. Сразу же на них, наверное, попробую высадить, потому что электричество у нас здесь есть свободное. Ресурсов немного насыпать, главное, аркалита хватает. Давайте сразу добавлю сюда десяток батарей, наверное, эти пойдут сюда. И на полный отсчет, наверное, вот так сразу поставлю, благо у меня есть все необходимое, чтобы все это дело запитать в одну единую цель. Сейчас по базовым ресурсам у меня, наверное, нужно добычу льда поставить, да, потому что я его не вижу тупо. Поставлю добычу льда и попробую побольше сейчас электрюхи сделать, потому что вроде как ресурсов должно хватать, чтобы пиками все это дело застроить. Так, электричество вроде готово. Вот здесь большие залежи льда, которые я буду взрывать и взрывать криогенки. Так, подождите-ка секундочку, криогенки здесь нифига нету, поэтому придется лед весь перерабатывать в криогенку. Ух ты, тут даже есть лунный камень, классно. Поэтому придется весь лед этот не вырыть, потому что мне нужно будет очень много льда. Ну, надеюсь, электричества мне хватит, чтобы всего его выкопать. Сейчас, пока думал, как строить лед, вспомнил, что на один конвейер, по-моему, помещается то ли 6, то ли 7 дробителей льда, которые можно так установить. Поэтому разнесся сразу по двум сторонам. Ну, конечно же, так, алюминистрать я пока не хочу. Я пока буду вот таким старым дедовским методом соединять все вот эти вещи. Их тоже надо запитать в общую систему. А, аккумуляторы у меня готовы, поэтому сейчас строим вот эти вещи и смотрим. У нас есть плюс 300 электроэнергии, но этого мало. Я, пожалуй, попробую сейчас. Вот здесь вот есть еще арканит. И где-нибудь здесь, возле базы, я буду ставить выработку первоначальной электроэнергии. Возможно, потом будем ее расширять, чтобы противник шел четко в одно место. И как-то я его буду окружать с двух сторон обороной. Такая, значит, схема стандартная. Сейчас я все вот это убираю, потому что ресурсов тупо на все это не хватит. Главное, не заплетать вот эту изначальную часть и дальше пойти. Отсюда у меня лед. Давайте лед, наверное, сразу в первую очередь поведем на электропитание. Блин, давно не строился, уже не играл, наверное, месяц. Так забываешься, но все равно приходится вспоминать. И тревоизбыточник, по-моему, гонит все это дело сначала в бок. И потом вот здесь у меня он проводит вот эту вещь сюда. Здесь я поставлю добычу аркалита. Буду строить на самых жирных жилах, потому что я хочу как можно быстрее все это дело перевести на добычу дронами, чтобы не занимать место, потому что места здесь понадобится много. И где-нибудь здесь, наверное, я поставлю более крутую вещь, такую как генератор на инзонном ксеноне. Не знаю, как я сюда его размещу, но надо будет его вот сюда в пендюре. То есть ботов у нас вряд ли мы мощных сможем поставить, потому что ядро стоит в очень неудобном месте. Ну, погнали строиться. Так, почти готово. Можно сказать, готово. Ой, здесь какая-то жесть произошла, но ничего страшного. Мы... Сейчас соображу. Во, вот так вот это дело делаем. Здесь будет, соответственно, перекидывание сюда ресурсов. И отсюда мы будем забирать лишнюю карагинку прямо на базу. А здесь краснухи давайте запитаем. По-моему... Да, по-моему, для старта нужна какая-то электроэнергия. Эту электроэнергию мы сейчас, конечно же, подведем. Все равно у нас потом у меня будет просто овер дофига. Так, где-то у меня можно запитаться. Вот здесь вот так. Поставлю очень мало времени, блин, меньше трех минут остается. А я только что начинаю запускать эту штуку. Сейчас красненькая сюда дойдет. И можно... Блин, я забыл. Я удалил отсюда объединительную карагинку. И, насколько я помню, он нужен, чтобы произвести карагинку изо льда и воды. Ага. А еще сюда нужна вода. Сейчас я буду вспоминать, как я сюда доставлял воду. Так, значит, здесь строим вот такую вещь. Кстати, хорошо, что я начал лед сразу добывать. Мне как раз сейчас понадобится трубопровод. С помощью вот этого трубопровода мы сюда первую воду как раз-таки закачаем. И система пошла работать. Плюс 800, конечно, я ждал много больше, но все равно. Это очень прилично для старта. Я сейчас любую количество пушек, которые я сейчас себе построю, смогу запитать. Здесь сразу же перестрою все на нормальный вид, чтобы потом не мучиться. И, кстати, у меня будет провозиться здесь карагинка. Эту карагинку я смогу бы протащить. Эту карагинку мне надо как-то умудриться еще... Ой, так, чтобы все это дело не смешалось здесь. Но я надеюсь, не смешается. Довести до базы и здесь ее отдать уже на базу. Правда, сейчас не жизненно важная вещь, которая мне нужна. Надеюсь, все будет здесь чики-пуки. А, вот сюда лед перекидывается. Да, сейчас это дело надо будет править. Крио готово. Настала очередь алюминия. Что же будем делать с алюминием? Я вижу вот этот уголок. Сюда как раз влезает. Алюминий улетит. Ой, нет-нет-нет. Алюминий домен на печь. Даже штучки три, по-моему, можно поставить. С помощью разгрузчиков я буду их загружать через одну каждую. И потом собирать алюминий. Осталось только вспомнить, сколько нужно боксита на одну алюминиевую печь. А именно этих буров. Но вот здесь я вижу, вот здесь и вот здесь. Все их я, конечно же, буду взорвать, потому что алюминия на оборону понадобится какое-то нереальное количество. Поэтому первым алюминий я подумаю, где добыть. Крайне неудобная карта в плане добывания боксита. Нельзя полностью здесь вырить. Только три штучки можно поставить. И, блин, а можно самому? Я бы хотел сам взять уже, отвезти на базу, чтобы быстрее это дело пошло. Потому что у меня осталось две минуты, как видите. Здесь, наверное, поставим сразу склады. И будем ставить производство алюминия. Вот такого вот мощного. Кстати, всех ресурсов хватает. Я в шок, если честно, ребят. Ставим, значит, один склад сюда. И у меня еще хватает ресурсов, чтобы поставить алюминий дом-печь. Как же медленно оно строится. Но, тем не менее, сейчас оно должно построить алюминий. Ну, как сейчас, когда вот эта штука у меня сюда доедет. И об этом можно будет на некоторое время забыть. Затяните, как я прикольно склад поставил. Все. Эта штука скоро будет у нас работать. И теперь можно заняться обороной. Я так понимаю, враги будут идти вот через этот остров. Но я думал строиться на острове. Но здесь капец, как мало ресурсов. И чтобы туда доставлять ресурсы, я тоже не представляю, что надо. Кстати, что у нас по исследованиям? По исследованию должна открыться какая-то пушка телепортационная. Но эта пушка, насколько я помню... Вот есть электромагнитная пушка. Подождите, это Серпловское исследование. Это немного странно. В общем, карта исследовательная у меня Серпловская. Это, наверное, недоработка мода. Но я надеюсь, я смогу пройти эту карту, потому что... Ну ладно. Будем разбираться по ходу дела. Не ожидал я такой поставил. Я думал, откроется какая-то телепортационная пушка, которая мне позволит ресурс передавать. А электричество я смогу, конечно, передавать. Но на одном электричестве сыт не будешь. Поэтому я буду строиться как? Вот у меня база. Где-то здесь у меня пойдет враг. Я буду ставиться здесь. И вот, судя по вот этому острому, вот через этот край он прям... Поэтому как раз они... Блин, вот здесь вот. И здесь я поставлю сейчас каких-нибудь пушек, чтобы чисто отстрелять первую волну. Надеюсь, она будет щадящей. Потому что 100 волн, скорее всего, враги будут нарастать очень медленно по своей мощи. Что-нибудь типа такого. Тупо большие трясины. Надеюсь, через этот край они будут переставлять. И штучек 8 пик, я думаю, будут сдержать первую волну. Опа! У меня закончился арканит. Это довольно-таки нехорошо. Ну что, он там на базу падает. Скоро надо будет, значит, строить себе строителей. Так, 600 электричества есть. И вторую такую же оборону я поставлю где-нибудь здесь. Так, почти готова оборона внизу. Не хватает мне сейчас немного ресурсов красненьких. Поэтому полетим. Покопаем их вот сюда. Все равно сейчас хочу ставить ботов, поэтому я больше расширять буры не буду. Сейчас застраиваем оборону. И я смотрю, алюминий как-то не оправдал мои ожидания. Уже очень медленно он производится. То ли из-за того, что... Ну да, боксита не хватает. Поэтому я сейчас вырву весь боксит. И, наверное, сразу же поставлю плечу второй завод по производству алюминия. Чтобы компенсировать, если еще мое дальнейшее, хотел сказать, расстройство. Ну то есть то, что я буду еще больше добывать алюминия. Так, мне нужно подкопить арканита и непосредственно самого алюминия, чтобы поставить алюминиевую печь. Это конкретная постава, конечно, но у меня 50 секунд есть на то, чтобы чего-то добиться в этой жизни. Так, все, бахнул я дробитель боксита. Сейчас я ее сюда подключу. И система должна... Все, запыхтела. Летим ставить второй заводик и смотреть, что будет с нашей обороной сейчас. Здесь просто жесть, как мало. Всего лишь полтора бура, можно сказать, я поставить смог. Здесь их сейчас не снесут, но какой-то боксит я отсюда добуду. А пока все ресурсы на завод. Та-дам! Алюминий готов. Конечно, этого мне вряд ли хватит. У меня началась волна, всего три враги на меня летят. Это две какие-то фиговины вот здесь вот. Так, я считал, что они летят через этот остров. Не знаю, может быть, подразумевало, что на этом острове можно какую-то оборону поставить. Но я пока не поставил сверху один. Я думаю, мои ребята сейчас расстреляются, но у меня очень мало электроэнергии остается свободной. А сейчас после обороны так вообще, наверное, еще и батареи подсядут. Поэтому я дострою сейчас... Ой, не знаю, где я возьму столько алюминия, но мне нужно построить до конца вот эти три криотермальника. И еще важно сейчас батареи поставить. Батареи практически бесплатные, потому что у них живут только арканит. Поэтому сейчас сюда я зафигачиваю десяток батарей. И пойду строить выработку электропитания. Так, один, зараза, такой все-таки прошел. Но сейчас мы его достреляем. Вот так вот они идут, так что надо немного пониже здесь оборону поставить. А здесь четенько он зашел, как я хотел. Мне что-то надоело. Этот нехватка арканита, за который я даже батареи поставить не могу. Поэтому я хочу первым делом бахнуть себе вот сюда вот от дрончиков, хотя бы вот этих базов. Пускай мне сейчас не хватает электроэнергии, но я думаю, для ботов их хватит. Пускай они копают. Так, конструктор поддержки, все. Давайте, ребята, загружайтесь и копайте мне. Так, внизу все равно вот этот один как-то немножко проходит. Поэтому, ой, надо спешно, спешно добавить сюда еще, наверное, пиков поболее. Поставлю сюда оборону. Где пик. И слушайте, наверное, ну-ка, что там на дефрагментацию? 15 алюминий. Наверное, я могу себе позволить по одной дефрагментации поставить. На случай, если кто-нибудь из жирных придет сюда, чтобы его отбить как следует. Так, одна дефрага готова. Ой, что-то как она мажет жестко. Так, сейчас посмотрим, как снизу ребята справятся. Снизу вроде как справились, да, но что-то там показывают, что сверху еще враг. Но эту фигню они достреляют легко. Поэтому пока можно касательно обороны расслабиться. И электроэнергии мне хватает чисто на оборону. Поэтому надо, надо как-то эту... Все-таки систему вот эту расширять. Не хватает вроде как тупо арканита. Поэтому можно сейчас этих ребят заставить работать. Немножко покопать вместе с ними. И добыть уже, наконец, себе необходимое количество электроэнергии. Фух, я эту штуку сделал. Все в одной цепи. 1,3К электроэнергии у меня есть. Можно пока расслабиться. Дальше. Лунный камень, да. Вот мне очень нужен был лунный камень для крутых штук. И тем более для кровопийцы он нужен. Аэрогель поставить проблемы нет. А вот лунный камень где-нибудь здесь, я думаю, наверное, стоит добывать. Ну вот штучек 5, которые хотя бы по 50 единиц дают за раз. Я такие жирные сами буду срезать. Я думаю, у меня хватит на все про все. Так, о, на них не нужно электричество, поэтому лунный камень я тоже пошел. Ага, скоро, видимо, придется расширять конвейер. Его будет, походу, не хватать. А здесь не хватает нам. У нас все тут есть. Единственное, что вот эта штука почему-то не справляется с выводом криогенки вот сюда. Меняем направление. И это не помогает. Все, конечно, хорошо. Но батарей здесь я много построить не смогу, потому что мне все это надо будет между двумя линиями оборонами куда-то вот сюда впихнуть. Не знаю, может, даже сюда. Поэтому я хочу изучить сейчас уже Арканти, чтобы строить, наконец-таки, нормальные батареи, которые мне сейчас недоступны. 15 дней всего мне надо. И по старой традиции я его подоткнул прямо вот сюда, чтобы делать конструкторе поддержки более высокого ранга, когда закончится первое. Уйма дофига сейчас ресурсов на это дело уйдет. Я просто, когда построил, ужаснулся количеству всего, что сюда надо. Ну, вроде по расчетам хватает. Кстати, лед у меня есть. Уже 2000 льда. Ралково продавать его нельзя. Но, тем не менее, сейчас у меня будет Арканти, и я подумал, что я смогу себе вот эту энергетическую вышку построить тоже. И, наверное, вот этот боксит придется вырывать, потому что всего два завода алюминия. Это очень мало, я помню, по старым версиям. Поэтому весь боксит на этой карте придется себе доставлять. И, скорее всего, от этого придется отказаться, потому что здесь очень плотно идут. Скорее всего, враги мне будут перебивать эту жилу. Главное, чтобы серплосы вот сюда не летели. Здесь вроде их ничего не должно приманить. Там вроде выработки электроэнергии нет. Так, дадим Аркантию выйти отсюда весь. Все, шесть штучек у меня есть. Я эту штуку закрываю, потому что он жрет все ресурсы. Даже алюминий мой жрет, зараза такая. И у меня есть... А сколько мне вышек-то понадобится? Сейчас посмотрим. У меня есть... Где? Так, ладно, я тут решил раскошелиться, построить большие энергетические узлы, чтобы... О, да, она дотянулась. Чтобы вот здесь вот эту систему и сюда дотягиваться. Отлично, подцепить в одно. Мой боксид. Сейчас я буду отсюда вырывать весь боксид. Так, на дробитель боксида нужны вообще фигня, какие ресурсы. Поэтому кучу боксид. И сразу можно на один, а может быть даже два завода алюминия построить. И забыть о его существовании навсегда. Если что, тут есть какие-то бесконечные залежи Итрия, еще и лунного камня. Думаю, это хороший. Нифига, еще и красный. Вот есть и алмазов только. Нет, алмазов тоже есть. Ух. Вот единственная у меня надежда, что сейчас... Да, у меня доступна станция погрузки. Мне нужен лунный камень. 50 штук, которых у меня... А, нет, я его добываю. Да, поэтому с этим быть проблем не должно. Я сделаю так. Я, наверное, сюда поставлю станции загрузки. И штука, которая называется ксеноновый концентрат, чтобы их питать. А я вот... Ой, блин. Главное, чтобы сюда враги не полетели. И здесь буду загружать их через... Ну, давайте, через избыточник. Прямо вот так вот. По красоте сделаем, наверное. Не так. А вот так. И если что, буду расширять. Я не помню, сколько надо на все это. Но, блин, это очень классная вещь. Сейчас все это дело поставлю, запитаю. И можно... Блин, уже седьмая волна, правда. Остался один враг. Я надеюсь, этот враг не долбит на мою базу. Если что, мне напишут. Ну, имею в виду ядро. Так, здесь у меня все, в принципе, загружается. Я сейчас телепортируюсь на базу. Ставлю здесь приемник. Так, ребят, заставляем работать. Вот сюда какой-нибудь вверх прям зафигачу его. И буду принимать боксит. Нет, собака один приперся на мою базу все-таки. Сейчас его надо будет быстренько чем-нибудь задолбить, чтобы он тут не летал. Он не может тут подгать. И пойти оборону проверить. Что там наверху, может быть, надо посильнее что-нибудь ставить. Готов. Ну да, здесь, смотрите, какой замес жесткий. В принципе, ребята справляются. Иногда, видимо, не справляются, потому что я даже вот эту не достроил. Думаю, можно на кровопицы перейти, чтобы они точечно жарили их, потому что эта фигня промахивается, пика. Для этого нужно где-нибудь здесь, рядом с водой, поставить производство аэрогеля. Конечно же, третий заводик вроде как сюда даже вписывается, потому что боксит... А, это, подожди, это арканит, это аркантия, а вот бокситы, я их путаю. Все, бокситы сейчас должно быть дофига, поэтому минимум третий заводик они должны поддерживать состояние. Ой-ой-ой, снизу тут мне расфигачили. Низ я пропустил. Надо быстренько, наверное, вот так вот сюда поставить, чтобы она их нафигачила. Вот это, конечно же, моя оплошность, потому что я по обороне немного просел. Электроэнергия сейчас будет тоже падать, но ничего, ребята сейчас разберутся и, наверное, по-быстрому вот эту штуку надо восстановить. Все, готово. Низ, низ пока деф им. Эта штука когда-нибудь запустят. Так, благо у меня были батарейки стояли. Блин, уже началась какая-то фигня непонятная. С обороной, конечно, по проблемам надо в скорейшем времени решать. Вот этих ребят оставлю здесь на подстраховке. Внизу, внизу мне просто тупо перебили вот эту, да, поэтому она не справляется. Здесь я, наверное, сразу, давайте бахну сюда большой энергетический выдел, чтобы он лучше это дело держал. Я думаю, вся проблема краски в нем и была. Добавил опять дефрагментацию на каждый узел обороны и, я надеюсь, сейчас ребята хорошо все покажут. Главное, чтобы хватало электроэнергии. Так, вот это, конечно, неприятная вещь. Здесь придется вот это дело перестроить. Наверное, даже вот так вот, потому что их лупы сбивают. Ага, ну сейчас вроде все должно работать нормально. Ух, я наконец-то достроил аэрогель. Сейчас немножко тут раскидаю. Вроде вот так вот это дело должно работать. Да, очень красиво получилось сюда его вписать. И здесь вроде даже как ничего не должно перебиваться. Отлично, теперь. У меня тут сколько еще, ребят, будет рожать. О, последний скоро можно будет эти вещи улучшать. Кину сейчас, на всякий случай, сюда один склад, чтобы мне здесь не забыть его построить. Ребята копают, ресурсы есть. Даже боксит у меня в плюсе. И я думаю, перед тем, как расширять строительство более крутых пух, таких как, например, кровопицы и побольше дефрагментации, да и парону надо бы нам растить, я попробую сюда запихнуть один вот этот штук, который называется генератор на изонном ксеноне, гик сокращенно, поставлю, чтобы потом знать, как его размножать. А остальное место буду застраивать батареями под все это дело. Потому что батареи пока хватает, но может и не хватать. Ого, какая бомба приперлась ко мне на завод, пока я его перестраивал. Начинает мне тут фигачить. Блин, хоть бери и кровопицу строй прямо здесь, чтобы она ее выжгла. Вот прям полный отстойник, там расфигачивает постоянно, блин, электроэнергию. Все, я ее расфигачил. Ой, в дальнейшем постараюсь такое не допускать, но это просто жесть. Такие жесткие просадки здесь. Особенно вот здесь вот вода кончается, приходится ее каждый раз по новой подводить сюда. Ладно, допустим, каким-то образом я это дело все отстоял здесь. Фух, поэтому давайте сосредоточимся на том, что нужно сделать здесь. Проверим верху-верху, оборона стоит даже на таких соплях, что там я оставил. Ой, это просто какой-то кошмар. Это жесть. Ну ладно, я думаю, ребята справятся. Так, здесь я первым делом поставлю ботов, чтобы они мне помогали строить. Так, конструктор, реконструктор. О, вот сюда он как раз втыкается. Я его сейчас бахну, у меня будут произвиться боты. Так, надо ли там нажимать что-нибудь? Сейчас проверим. Да, ничего, нажимать. Но я их сразу помогать игроку, чтобы они помогали мне строить. А сам пока начну строить электроэнергию. Надеюсь, мне хватит ресурсов за это время. Оно накопилось уже 700 алюминия, которые должны... Это кошмар, я не могу на это смотреть. Которые должны мне помочь. Вот сюда я планирую вот так вот втыкать это дело. Здесь понадобится аркалитовая центрифуга, на которую, кстати, мне нужно запустить производство вот этой штуки. Я подумал, что я не использую только конвейер и лунного камня. У меня же лунного камня дофига. Поэтому здесь вот я улучшу, чтобы оно не забивалось. Я надеюсь, здесь не сломают ничего. Так, это все можно построить. Ребята там сейчас на радиации будут мне помогать. Ой-ой-ой. Здесь мне нужен только лед. Поэтому все остальное я сейчас быстренько отсюда выгоняю. Блин, фигня какая-то получилась. Главное, чтобы ребята там отстояли. И вот, кстати, первая помощничка у меня есть. И сейчас мы вместе с ним тут порядок наведем. У меня жесткая просадка по электрухе. Смотрите, выжирают почти все батареи. Но сейчас тут как бы активная выработка электроэнергии. Только аркалита достаточно. Она мне должна будет помочь с этим совсем справиться. Фух, все готово. Электричество сразу резко в плюс пошло. Ой-ой-ой. Здесь у меня стреляет, но отстреливается. Несмотря на такую фигню, которую я устроил. Так, сейчас быстренько раскидаем. Вроде все есть. Лед у меня достаточно. Видите, тут долго вот с этой водился фигня, чтобы здесь ничего не забивалось. Давайте и так посмотрим по ресурсу. У меня просадка по лунному камню. Вот этого очень сильно не хватает. Поэтому я поищу сейчас, где тут можно добыть лунный камень. Где-то он наверняка вот тут можно взять, да? Здесь алмазы. Вот здесь уже сильно страшно, сильно далеко. Лунный камень. Алмазы. Точно надо добыть алмазы. А ты что у нас сидишь? Вот с этим сейчас проблему решу. Но это нормальный конвейер уже перейти. Как в прошлом веке живем до сих пор. И сразу же ринусь в отстройку обороны. Потому что это просто жесть. Я тут подметил, что самый жирный кусок с алмазами. У меня оказывается, это вот эта вот капля. Которую я попробую сейчас отсюда полностью вытащить. Ой, это капец как мало. Ну ладно. Мы сейчас ускорим. С помощью вот этой вот штуки. И еще я смотрю, у меня боксит здесь забивается. Поэтому я сразу же удвою выработку боксита. И к ним вот сюда вот в край пристрою ребят. Которые будут мне вот эти алмазы добывать. Я думаю, штуки три им как раз хватит. И четыре будут у меня возить боксит. И еще сильнее я ударюсь в оборону. Кстати, я могу себе конвейер слунного камня уже позволить. Но я буду его пока что экономить. Красиво все-таки получается. Все, что надо мне тут в одно место влезает. Единственное, не хватает много лунного камня, чтобы доставить. Но главное сейчас не забыть на базе поставить приемник, станцию разгрузки для всей этой красоты. Ее мы поставим вот прямо вот сюда. И укажем сюда алмазы. И кстати, по обороне я добавил сюда по четыре кровопийца, поставил и пять дефрагментаций. Ну и одну лечилку, конечно же, у ума хватило поставить. Но тем не менее, все это дело сейчас более-менее дефит. И у меня так сильно не разносит базу, как было до этого. Могу позволить себе еще один алюминиевый заводик. Все, и на этом, наверное, производство алюминия здесь будет исчерпано. Но не забываем ставить сюда алмазы. Ох, как они мне надоели, ребятки. Знали бы, сколько раз они пытались расфигачить мою базу. Смотрите, у него сколько хп осталось. Но тем не менее, местные пушки как-то справляются. Вот этот край по центру из-за этого я решил здесь еще сильнее расшириться. Хотя бы левый край закрыть. Перед тем, как расстраивать свой ресурс, блин, аэрогель. Правда, уходит на эти стены жестко. Но я надеюсь, они здесь будут показывать себя очень хорошо. И мне категорически не хватает лунного камня. Пойду-ка я, наверное, вверху попробую лучевые поставить, чтобы больше его копать. Фух, вверху поставил лучевые. Буду максимум камня отсюда вырабатывать. Луну надеюсь, больше он где-нибудь понадобится. Здесь инфраструктуру улучшил. Я, конечно, люблю такие челленджевые игры, но это очень жестко, ребята. Просто нет практически времени, чтобы оборону настроить или базу улучшить. Постоянно что-то происходит. Вот вниз вроде как отдефал нормально. Про это можно пока забыть. А по электроэнергии. У меня до сих пор нету батареи, и электроэнергия резко проходит. Поэтому я сейчас начну... Я вот хочу вот сюда какую-то батарею ставить. А здесь буду хотя бы один генератор на изоновом ксеноне. Здесь правильно выиграл. Поставить. И, наверное, некоторые пушки отсюда можно будет уже убирать, чтобы мне место не занимали. И посмотреть, что по ресурсам. У меня лунного не хватает. Аэрогеля немножко не хватает. А я хочу из него стены строить. И алмазы тоже добываются как-то не очень быстро. Ну, может быть, в какой-то момент арканит просто... Аркантии отключу. Когда будет достаточно батареи. И это значительно должно сэкономить мне ресурсы. И скоро ребята еще вот эти доделают. Соответственно, аэрогеля будет больше. В общем, вот как моя база выглядит к 30-й волне. Уф, я саму не верю, что я успел все это отстроить. Такую зачинку для базовой обороны я себе сделал. Так, вверху примерно то же самое стоит. Здесь будут такие маленькие пушки. А уже за ними пушки большого радиуса действия будут стоять. И, кстати, здесь вот примерно то же самое. Ну, и в принципе, на этом и ограничусь. Здесь поставил, как видели, лучевые бровые установки. Смотрю, у меня все равно мало очень алмазов. Лунный камень, я уже не знаю, где будет. Вот тут я, наверное, поставлю еще три бура. Потому что я себе поставил за синдико уже три генератора на ионизованном ионе. Да, ксеноне. И сюда еще три таких вроде как я планирую поставить. Обо будет девять. Так что электричества должно хватать. Ни одного аккумулятора нормального я, конечно, до сих пор не поставил. Зато много аркантия накопил. И вот сюда вот эту базу буду выстраивать. Боюсь их ставить, потому что боюсь, что сразу полетят вот эти вот личи, да, которые летят на аккумуляторы. И они пролетят мимо моей обороны прямо на базу. И все это дело расфигачат. Но делать нечего, придется это дело ставить. Заодно зацените, как работает моя оборона. Очень много кровописцев успел поставить. Например, то, что аэрогель у меня. Ну, небольшая такая, можно сказать, просадка. Но, тем не менее, это позволяет мне наращивать оборону. И я уже подумал о том, чтобы поставить здесь когда-нибудь обморожение. Но на него нужен криофабрикатор, для которого я оставил вот здесь место. И, наверное, сейчас попробую его вот сюда вписать. Опа, криофабрикатор вообще идеально сюда вписался. Может быть, можно было как-то покомпактнее. Но я об этом не думал. Но, тем не менее, он стоит, работает, все. И хорошо, что я так рада начала, потому что у меня как раз, наверное, успеет к концу игры накопиться достаточно усиленной криоткани, чтобы поставить себе парочку обморожений. И к 40-й волне я все-таки достроил себе вот эту часть. Это будет передовая моя пушка, передовая моя передовая. Пушки, которых мне будет не жалко. И за ними я уже постараюсь вписать более мощные вещи типа электро. Ну-ка. Обалдеть, какой солидный радиус. Смотрите, как бьет дефрагментация и как бьет электро. Жалко, нельзя ее улучшить. Ну ладно, сейчас мы понаставим, сколько мне хватит электро. Так, основной ресурс здесь у нас это алюминия. Дофига. Лунный камень. Наверное, будут алмазы. Хотя лунного камня требуется больше. Если я поставлю их вот таким вот плотным рядком, давайте сразу две сюда бахнем. И две, наверное, наверх. Еще вот есть сосульки, которые вроде как должны ловить снаряды, но радиус у них небольшой и скорость реакции маленькая. Сосульки можно, кстати, будет вот сюда вот воткнуть под эти штуки, да? Типа вот так поставить. Ага. Слушайте, солидно смотрится. И пускай у них у нас как бы такие саппорты, как саппорты будут ловить у нас пули, которые будут у нас лететь. Далее, наверное, если места будет мало, я поставлю лунарок. Ну и остается мне только дождаться обморожения. О, кстати, я уже могу одну поставить. У меня почему-то просадка по криогену, несмотря на то, что это работает. Видимо, связанная с тем, что криофабрикатор ждет достаточно криогена. Ну посмотрим. Ну мне, блин, очень важно поставить обморожение. Мы подождем, пока криогенам донакопится и будем ставить их уже себе. Посмотрим, кстати, куда лучше. Вниз или вверх, или туда и туда. Может быть, с одной стороны какие-то более опасные. Вот серпловские, например, они полетят если на генераторы, лучше их сразу же срезать. Как видите, возникла нехватка лунного камня, что вынуждает построить его добычу здесь. Не знаю, как разработчики думали над этим, но будут ли меня... Блин, это очень прям практически на передовой. Сейчас проверю, конечно. Но, блин, переживаю за эту фигню, но проверю. Если будет все нормально, если сюда никто не будет летать, или пишите же, я здесь не вырабатываю, вроде не должны меня отсюда цапать, то это будет очень классное место, где я буду добывать свой любименький лунный камень. Единственное, как его отсюда протащить. Можно бахнуть его напрямую вот сюда на базу и куда-нибудь вот сюда воткнуть. Да, наверное, так и сделаю, кстати. Не буду через все вверх идти, потому что здесь шина скоро может забиться, и это будет неприятно в целом. Но проверим, будет ли эта штука держать. Если она будет держать, то лунного камня у меня будет приличненько. Алмазов я больше, наверное, добывать не буду. Опять кого-то просил криогену. Это, конечно, интересно. Но придется, видимо, что-то отключать, чтобы построить наконец-то тебе обморожение. Не сработало. Они разбомбили тут мне кусок и полетели бомбить наверх. Это очень жесткая жесть. Я сам себе создал проблему, поэтому, видимо, так сделать мне больше не получится. С этими бы ребятами разобраться, чтобы мне ничего тут не переломали. Ладно, вот этих надо поставить, чтобы они тоже подмогли, по мелочи постреляли. Да. Все это, видимо, из-за ксеноновых концентраторов, которые работают как заводы. Поэтому их придется отсюда убирать. А так бы было классно, если бы не эта серпловская фича. Было бы очень круто здесь. Я даже там на базе немножко подмутил себе строение. Но сейчас проверим, что сейчас все эти улетели. Здесь ребята раскидались. Придется отстраиваться. Но это, конечно, блин, фигово. Думал ли разработчик, когда... Ну, этого мода, что будет такая ситуация, когда я это продумывал. Я не знаю. Но, тем не менее, заводов никаких. Хотя вот на этот завод они не летят почему-то. Странные ребята, если честно. Можно, знаете что, все-таки рискнуть. Поставить чисто буры. Чисто буры. Ну, пускай будут чисто буры. Не буду их улучшать. А, кстати, оно вообще работает без ксенонки. Арканит. Да, работает без ксенонки. В полтора раза медленно, но ничего. И попробую хотя бы таким вот способом выжать отсюда максимум. Незаметно пришла 50-я волна. Пока никого серьезного, типа лечей и прочего, не прилетал. Ух ты, сломали мне кусочек. По крайней мере, я не замечал. Я уже закончил линию электро. К сожалению, мне не хватит для красоты ресурсов, чтобы сосульки построить. У меня закончился нафиг алюминий. Потому что боксита стало не хватать на 4 завода. Я вот отсюда убрал. Я думал, это вообще не скажется никак. Но все равно частично это как бы мешает. Хорошо, зацените. Здесь все застроил. Отсюда дофига лунного камня. При этом он тратится бешеным темпом. И вот этот неусиленный. Блин. Месторождение по выработке лунного камня у меня добывается. Сюда-сюда я это все удачненько впихнул. Криогеном производится. Крио у меня тут ожрется. И 5. 5 у меня заводов производства электронеги. Но при этом электронеги не скажет, что это много. Плюс 5000. Когда вот эти начинают стрелять электро, то это просто он улетает в лед. И при этом еще стена у меня не достроена. Видите, как итриевая стена стоит. Это дело тоже надо будет все улучшать. Кстати, можно, наверное, сейчас еще подбавить аккумуляторов, чтобы хотя бы до миллиона добить. Потому что я помню, что хотя бы миллион надо иметь. Потому что супер боссом там очень долго сидит. И в нем очень много пушек. Нифига себе мне тут сносят. А как это так? Пока у меня не было по центру. Прям прошлись. Кто-то, видать, грохается. Я слышал, что на серпало добавили возможность, что щиты, вот эти, которые ставятся сверху, они теперь спасают от падения. А вот здесь вот от падения меня ничего не спасет. И все, кто будет падать в него ворон, они будут ее разрушать. Волна прибытия стража 5. Вот это, конечно, весело. Я не ожидал, что какой-то страж еще будет у нас посреди игры. Но, тем не менее, я сейчас быстренько разбираю криогеновые стены. Потому что если просто перестраивать их на аэрогелевые, как я хочу, они просто, ресурс пропадет. Никуда. Вот если их сначала разобрать, а потом построить аэрогелевые, то я сразу двухзайцев буду. Я, во-первых, высвобожу себе немножко криогенума, а заодно укреплю себе стеночки на нормальной поставлю. Так, зачем это дело? Так, у меня осталось несколько волн. Я сейчас вот эту штуку-то разбираю. Ой, как же жестко там идет весело. Иду смотреть, как у меня будет получаться строить мои пушки заморожением. Обморожение готово. Так, ребят, давайте достроить и летим вниз. Для них все ресурсы у меня есть. Вроде даже есть возможность даже парочку запилить, если не все три. И строить мы их будем, наверное, здесь. Потому что, скорее всего, полетят вот сюда. Если даже они пролетят, пофиг на эти аккумуляторы. Серпло наступает снизу. Да, точно, серпло полетит сюда. Вот я боюсь, что они меня с какой-то из сторон обойдут. И вот как раз таки обморожение, блин. Слушайте, такой маленький радиус. Я ожидал чего-то большего. Их же еще надо запитывать ионизирующим ксеноном, который у меня, в принципе, вот тут есть. Но надо поставить под него, да, мешалку вот здесь где-нибудь. Как раз так и получится. У меня, кстати, один миллион электроэнергии я уже накопил. Но давайте пробуем пушечку вот сюда вот воткнуть. Ладно, грядет волна, но я все равно поставлю строиться пушку. Надеюсь, ее не снесут, как вот эти две, два узла. И сверху сейчас будем посмотреть, сколько надо производить аэрогеля для того, чтобы ее запитать по стрельбе. Так, давайте здесь еще крепим. Успели построиться. Так, пушка готова. И вот сюда прям бахнет в заводе по производству ионизованного ксенона. А, еще даже ионизованного. То есть вот такую вот мешалку в точности мне нужно будет вставить. Благо она ничего не живет, по-моему, кроме... Ах, ты ж, зараза, она еще... На нее нужно еще аркалит откуда-то везти. Это я не продумал. В общем, решила хитро поступить, пока вот это не используется. Взять аркалит отсюда. Может, так и оставлю. Запомните здесь просто баки ионизованным ксеноном. А по электричеству, я думаю, проседать не будем. Так, а что-то не показывает. А вот. Плюс 10к было, по-моему, по выработке. Пушка готова. Сейчас она заправляет с ионизованным ксеноном. Единственное, что сейчас бы ее отключил. Ох, нифига себе! Это я удачно... Это я удачно построился. Ребята, мне вообще везет в этой игре сегодня, смотря на то, что мне базу там сносили. Так что пушечку мы пока оставляем. Единственное, пока ее запускать, наверное, не буду. Все-таки я ее отключу вот так вот. Пускай она просто так стоит. А здесь рядышком можно через блок защиты вот такой вот на всякий случай сколько сюда бахнет, поставить вторую. Ресурсы мне это делать позволяют. Еще бы я, конечно, электр сюда добавил, но что-то мне подсказывало, что пойдут они снизу. Потому что серп был самый жесткий. Но, тем не менее, вверх я буду добивать чисто электрами, чтобы вверх тоже держали. Не знаю, сейчас как пойдет. Главное, не проворонить это дело. Так. Опа. Страж. Так, подождите, ребята, отлетите отсюда. Так, запитываю. У меня тут половина баков почти заполнилась. Пушки готовы. Страж, я заметил, он серпловский нарисован. Поэтому проблем с ним быть не должно. Вверху там ребята принимают какого-то щитовика. С этим все будет норм. А внизу у нас... О, летит фигня. Я их не помню. Кто-нибудь там лечит. Стрекозы или кто вообще. Здесь пока можно восстановить. Но это просто такая активная броня, можно сказать, которая принимает на себя весь удар. И ее потом можно начинать. А сами летим проверять, что там у нас внизу творится. Так, пушечки у нас заряжены. Ох, будет жарко, ребята. Так, я несколько электр сюда успел волкнуть удачно. Так, в общем, обращаем внимание на иконку. Какого стража мы будем встречать. Уже пошла следующая волна, а этот страж все еще летит. Блин, это сейчас будет такое месиво. Сейчас будут и мелкие, и жирные, и все будут в одной куче. Так, мелкие долетели еще впервые. Сейчас, я думаю, еще следующая волна пойдет, пока страж будет. Нет, он подлетает постепенно. Слушай, почему он такой медленный? Так, и сейчас начнется какой-то смех. Чувак, не лезь сюда. Так, начинается залп первых орудий. Начинает уже стрелять электро. Ближний бой. Ох, блин, как неудачно. Там еще два чувака с щитами. Начинает жечь. Какого фига у него столько хп? Блин. Ну, если их будет много, они могут просто дойти до обморожения. И тут грохнуться, и мне его развалить. А построить новую такую. Смотрите, сколько криогенову надо, чтобы такую новую построить штучку. Я даже думал, чтобы отключить завод криофабрикатором. Тогда у меня не будет усиленной криоткань. А я очень хочу из криоткани усиленной построить себе стены. Потому что самые жирные стены на 3600. Куда-нибудь вот сюда, куда все эти бяки приземляются. Пускай бы они там стояли. Но, извините, мы отстоялись, едут. Как она мощно фигачит, ребята. Ладно, я ее сейчас отключу на всякий. Надеюсь, никто такой жирный не придет. Потому что мне нужно подкопить ресурсов. И мне кажется, она очень сильно мне проседает электруху. Ну все, стоим, ждем. Может быть, третью пушку туда бахнуть. А сюда я еще поднастрою электры. Будет просто шикарнейшая оборона. Вот, ребята, начинает твориться какая-то лютая ультра жесть. Женицы прилетают просто так, чтобы грохнуться на мою оборону. Да что ж ты не убиваешься? Вот что это? Посмотрите, посмотрите, что происходит. Просто расфигачить. И у меня заканчивается алюминий. Чтобы все это дело восстанавливать. Вот сюда вот пушечку сейчас смогу воткнуть. И все, больше нет алюминия. Поэтому надо что-то думать, перестраивать. У меня даже вот сюда вот прилетали, чтобы разбомбить мою мешалку. То есть мешалку надо было строить еще где-то выше, чтобы до нее не долетали. Так, о, кстати, я сразу сейчас бахну к третьему обморожению. На этом, наверное, с ним и покончим. Так, давайте его запитаем. Здесь вот кусок мне отломили. Криогенума как раз хватает на все это дело. Чтобы больше алюминия было, я, наверное, сейчас отключу аркантии, потому что я не знаю уже, куда мне ставить аккумуляторы. И попробую, наверное, знаете, что, задействовать вот эту вещь. Так, давай, достраивай. Сразу же бежим, отключаем аркантии вот таким вот способом. Здесь все нормально, алюминий у меня на максимуме. Так, вот сюда я поставлю, наверное, через... Я даже не знаю, чтобы вперед, да, вперед шло. Вот такие вещи. Здесь, ну, не знаю, поможет это или нет, или уже не влияет. У меня такое количество электринга, что не влияет вот эта вещь на все это дело. Так, давай. Так, там ребята отстрелялись. И она здесь поможет. Сюда, кстати, из пушек у меня еще вот лунар не задействован. У нее есть особенность такое, что она самонаводящаяся. Может быть, ее поставить сюда, и пускай она так в воздух стреляет, а куда-нибудь, да, прилетит пушка. И, кстати, она мало живет алюминия, поэтому довольно-таки выгодно будет. Вот здесь лечилку немного передвинем. Так, проверяем. Лечилки здесь до всего достают. Здесь мне надо, чтобы у меня лечились вот эти ребята. Вот так вот ее поставим. И пускай у нас все. Ну, в алюминию очень тяжело отстраиваться. И я надеюсь, все будет... А, во, куда ты стреляешь, ты е-мое. Ты че мой ксенон заряд тратишь? Я надеюсь, все будет хорошо. Блин, ребята, вы жжете. Ну, видите, да, прут сюда, наверное, наверх нам будет тоже застрять. Я хочу хотя бы одну стеночку построить из вот таких ребят. Ну, хотя бы вот здесь по центру, куда все летят. Ну, что-то грохотит, и открывает мне полностью всю мою оборону. Ну, кстати, надо было, наверное, аэрогель разобрать. Ах, хотя аэрогель уже прилично. И вверху такую же систему сделаю. Так, вот здесь вот немного не хватает, да, аркалита. Поэтому я последнюю, может быть, генераторы не буду ставить, чтобы у меня пушки питались. А может быть и поставлю, надеюсь, это никак не повредит. Ну, а здесь, о-хо-хо, здесь немножечко пронесли, да. Все-таки здесь немного сносят. Ну, надо поставить обязательно сюда вот эту вещь. Сейчас только эти успокоятся. Также пять штучек и сюда бахну. Ага, и пускай эта стена держит. Ну, и сюда можно весь оставшийся алюминий пустить на электро. Сверху вроде ничего такого жесткого не прилетает. Это боты из мода, они не такие продуманные, как сербово. О, какой жесткий замес, ребята. Как хорошо, что они дотягиваются до моих электро. Но это, блин, как же не хватает здесь каких-нибудь щитов. Процессор, сообщение, никаких щитов, нет криамина, разгрузчик. Нету щитов, вот и все. Какой-то щит был там на какой-то карте, да? Ничего, ремонтная башня, кого ремонтируют. А, единицы, наверное. Блин, как они плотно идут, вот эти жирничи. Прям очень фигово, что они так делают. Но, тем не менее, слушайте, вот этот вот криоген, большая усиленная криогеновая стена, она довольно-таки хорошо держит. Она еще ни разу к нам не свалилась. Были бы такие же толстые пушки. Кстати, пушек указано, хп. А, прочность есть, да, вот она указана. Так, ребята, вот сюда летят? Я думаю, даже, может быть, не мешалку эту взять. У меня выработка электроэнергии. Сейчас, нифига себе, у меня просадка до полмиллиона электропитания. Это как так? За счет чего? За этой фигни, что ли? Блин, так я, это, это опасно, слушайте, если такие просадки будут жесткие. Если волны будут часто, я так вообще в ноль могу уйти. Блин, нехорошо это, нехорошо. Вот, зацените, идут прямо наверх. И хоть бы, что здесь все пробивает. Блин, это отстой полный. Я понял свою ошибку. Я переезжаю вот сюда, и отсюда уже буду творить производство. Вот это, чем, чтобы мы здесь ничего не перебивали? Разбираем. И пускай мне тут нафиг не мешаются. Так, отсюда главное сейчас не забыть запитать вот сюда. Запитаемся, вот так вот. И поставлю здесь, наверное, на всякий случай, вот такую вещь, как, блин, вот это. И все. Кстати, можно даже было, наверное, отсюда прокинуть, но отсюда мне никуда не дотянуться вот сюда, чтобы перейти. Хотя, можно же еще вообще безопасно сделать. А, ну вот эти вот отжирать тоже, блин, не получится. Ох, как же мне тут нафигачили жестко. Надо быстро восстанавливаться. Так, у меня еще алюминий, блин, зараза, проседает. Нифига себе, там жирничи идут. Ой, как же он держит удар долго. Они еще идут не по одной линии, поэтому сейчас вот эти все будут пустую бить по той. Какого фига? Как можно столько, блин, своей туши? Не, 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 только не пушечка, пожалуйста. Нет, может, у него 5 хп там осталось, пожалуйста. Блин, это жесть. Я остался без одного обморожения. Так, ну я смогу его восстановить. Сейчас быстренько его восстанавливаем, потому что это важно. Так, вот это все отменяем, пушки, которые требуют алюминия. Восстанавливаем все, что осталось. Так, почему-то нет электроэнергии. Так, давайте сюда поставим какую-нибудь промежуточную фигню. Что все это делать? А, вот, вот, все, я понял. Вот это надо восстановить. Ребятки, вы занимаетесь не той фигней. Блин. Алюминий проседает, у меня сейчас нет возможности восстановить, поэтому я, наверное, снесу большой рогель, ну все, кроме второго ряда. А остальные ряды я заменю на алмазы, потому что алмазов сейчас дофига. Так, электричество у меня есть? Так, здесь я поставлю обязательно полностью синим. Так, что там наверху-то мне не разнесли еще? Не, наверху все пучком. А вот здесь, конечно, жесть полная происходит. Так, все, ребята запитались, электруха запитались. Опа, я вижу, что вот это у меня снесли. Это тоже важная часть. Я сейчас надо в первую очередь поставить. Мало ли, что там прилетит. Так, эта штука готова. Восстанавливаем также вот эту. Копим электричество на то, чтобы поставить сюда, сюда электр, но сначала лунарку, который не требует. Так, здесь далее сносим вот это. Смотрим, что у нас есть по алмазке. Большая алмазка. Ставим один ряд алмазки. И, наверное, еще один, если время останется. А вот это все надо снести, чтобы оно здесь не мешалось. И убрать вот эти вещи. Сейчас маленькую красоту наведем. И как раз достаточно будет алюминий, для того, чтобы поставить электр. Так, летит фигня вот такая вот жирная. Блин, ребят, отходите. Сейчас же вас покоцают. Ой-ой-ой. Ну хорошо, их бреют. Сбрили хорошо. Правда, пушки тоже, блин, мои сбрили. На них тоже алюминий, кстати, нужен. Кто бы мог подумать. Так, ладно, достраиваем стены здесь. Так, ну это мелочь. Электроэнергия жестко просела. Поэтому, блин, осталось 5 волн до нападения основного вражины. Так, давайте здесь достраиваемся. Здесь убираем все лишнее. Здесь отменяем. Здесь восстанавливаем. Здесь строим. И смотрим. Вот эту я уже отключил. Здесь оставляем только алюминий, который мне нужен. То есть боксит. Там боксит. И здесь, ребята, вот кто жрет мой электр. Почему ноль? Почему ноль? Это бак, да, такой? А, да. Фу, блин. Ладно, там минус 13. Что здесь? Здесь бокситы я отключать не могу. Но я могу отключить себе алмазы, пока они мне не нужны будут. И вот эти алмазы тоже отрублю. Так, ну пока электроэнергия пока экономится. Мы стоим, ждем. Так, здесь сразу строим новый ряд алмазов. Осталось 5-6 волн. И летим быстренько наверх. Смотреть, как глубоко проковыряли. Они там дыру. Как раз электро подкопится. Я ее построю здесь. Так, вот это почему-то... Ой, елки-палки. Здесь все расфигачили. Здесь восстанавливаем. Так, сюда. Сюда, значит. Иди сюда. Сюда еще пушечек поставим на всякий случай. Потому что сюда что-то залетает. Может они будут принимать удар получше. И тратим его электроэнергию. Так, здесь. Здесь смотрим что? Здесь также мы оставляем вот эту синюю. Оставляем вот это. Здесь все убираем, что было. Лишнее. Весь алюминий мы отсюда тоже убираем. Так, и вот это дело разбираем. Так, второй ряд оставляем из вот этого материала. Все, ребят, летите сюда, стройте. Так, аккумулятор сейчас побольше бахну. Потому что проседаем жестко. Чисто на своей тяге мы не вытянем. Опа-опа-опа. Ох, нифига себе. Так, что у нас полет? Нифига себе мой. Так, а внизу. Внизу. Внизу жесть какая-то. Надо лететь вниз еще. Посмотреть, чтобы там все работало. Потому что просто выстегивают. Вот эти вещи выстегивают. И из-за этого все рушится. Восстанавливаем стену. Восстанавливаем все, что осталось. Так, ребята здесь стреляют. Стреляют. Алюминия как не было, так его и нет. Вверху жалко, не успел. Блин, 95-я волна. Так, электроэнергия 850. Тысяч лямб 200 у меня на максимум. Надо еще аккумуляторов максить. Может быть успею дозарядиться. Но не хватает скорости строительства. Так, одного отпускаю. Самого восстанавливаем. Пускай он все устроит. Так, все, полетели. Достраиваем аккумуляторы. И летим чинить вверх. Так, аккумуляторы. И вверх. Так, здесь это надо все подразобрать. Насколько я помню. Ребят, помогайте быстрее. Сейчас вместе с вами все сделаем. И достраивать уже нужные вещи сюда. Так, еще аккумуляторов. Не знаю, поможет ли мне. Хотя у меня флоу, вы видите, этот бак. Так что они, видать, успевают все-таки заряжаться. Так что давайте максимум 1.4 хотя бы поставим. Летим вниз, потому что у меня плохое предчувствие. Да, здесь просто зияющая дыра посреди ничего, которое нужно быстренько застраивать. Так, вам стену не пробивают, пробивают чисто вот этих ребят. Так, строим, строим. Держимся. Так. Да, вот это восстанавливаем быстрее. Ребята, очень медленно строите. Мне не нравится, как вы работаете. И следом за ней, я думаю, успеем сразу в следующую. Что там летит-то? Блин. Летит фигня. Так, нас осталось 13. Но он еще на подлете. Ребята сейчас будут помогать. Они решили вверх строить. Давайте вот эту достроим все вместе, чтобы жахнуть как следует. Мне не хватает чуть-чуть алюминия. Просто децл какой-то, чтобы еще пушечку бахнуть. Ну, давай, есть, готово. Так, хорошо, идут по линии. Сейчас мы будем принимать их. Центр бахнули. Мы сейчас на паузе. Отстраиваем, в первую очередь, узлы, чтобы все это дело работало. Давайте, давайте, давайте. Так, следующая партия идет. Блин, на моих ребят прям летит. О, боже, неужели это конец? Нет, только не сейчас. О, нет, моя пушка. Блин, мне не хватит, чтобы восстановить ее. Вот, отстой. Ладно, отменяем ее. Восстанавливаем заряд. Блин, я не знаю, как я сейчас протяжусь без одной пушки. Восстанавливаем лечилку. У меня есть питание. У меня все вот это дело. Да, что ты там строишь толку-то? Нам уже вряд ли что-то поможет. Вверху. Вверху. Там фигня какая-то. Так, 99-я волна. Мет ли смысл сейчас что-то еще здесь строить? Ну, давайте так, для красоты чисто я добавлю сюда аккумуляторов. И на это с аккумуляторами закончим. Полторы ляма будет для красоты? Сделайте мне, а? Да, как раз. Да, как раз. Поэтому с электричеством вроде как все. Минус 900. Внизу алюминий, блин. Вроде все, отключил, что можно было. Вниз идет жестко массированная атака. Так, мы быстренько достраиваем узлы, которые отлетают у нас. Ох, елки-палки. Вот это прикол, конечно, у них. Так, ну все. Больше пушек я построить вряд ли смогу в этой. Сотая волна, блин. Подержаться бы. А, ребят, вы верите в меня? Я в себя верю. Очень надеюсь, что мы сможем. Хорошо. Вместо этих пушек я все равно чуть не успею ничего построить. Ставим лунарки. Сколько влезет на максимум. Сюда, сюда и сюда. Пускай они стреляют. Сюда можно поставить. Так, не получится нового, но на нового не хватит. Сюда можно лунарку бахнуть. Сюда давай. А, все, алюминий закончился, даже лунарку поставить не могу. Все, я понял вас. Так, что поверху? Поверху немножко подбились. Здесь немножко подрихтуем здесь. Красоту наведем, чтобы можно было встречать негодяя. Да ем, и щитовики прилетели. Нет, там ловить нечего. Сейчас они будут тупо сжирать мою электроэнергию, но они не пробьются. Что понизу идти будет. Так, мы здесь можем бахнуть еще одну лунарку. Лунарки возят. Так, что можно еще поставить? Дефрагментацию тоже алюминий нужно. Здесь, а здесь, кстати, не нужен алюминий на кровопийцу. Почему бы нам их не поставить? Вот сюда у них, кстати, радиус такой неплохой. Давайте мы их бахнем. А они, кстати, ничем не усилились. Не, не усилились. Так. Так. Нормально восстанавливаем узлы. Держимся. Так, ребята заряженные здесь. Электропитание у меня есть. Сотая волна. Я думаю так сделать. Вот эту отрублю, чтобы не тратилась на электроэнергию, на это. Лунарки строим. Ребята, сюда летите. Так, минус у меня идет, потому что здесь... Ёлки-палки. Давайте сейчас проверим внизу, я успею. Блин. Надо успеть слетать вверху, построиться. Потому что проносит, видите. Хотя бы вот так поставить. И все, и летим вниз. Потом, ребят, потом. Очень плохо, что там центр пронесли. Надо здесь макситься. Надо прям... Прям замакситься по максимуму. Ух-ух-ух-ух-ух. Держите, ребята. Держим кулаки. Пять врагов осталось. Электроэнергии море. Пушки держатся, стоят. Эти стреляют. Ксенона целые полные баки. Господи, что творится? Так. Попробую восстановить. Может поможет. Блин. Меня уже срезают. Нет. О, боже. Это было жестко. Они просто хотели сажать мои генераторы. Блин. У меня аж от сердца отлегло. Вы смотрите, как они пытались здесь прорваться до моих аккумуляторов, чтобы сажать. Но здесь броню даже сажали. Пушки остались целые. Ух, у меня аж лоб вспотел. Ребята. Ну вы рады, что это произошло? Если YouTube не закроет до момента, как я его смонтирую, этот ролик, я буду очень рад, если вы посмотрите и откомментируете. Огромное спасибо анониму, который на настроениями задонатил, вы не поверите, 450 рублей. О, у меня такое сейчас хорошее настроение. Даже несмотря на то, что охрип мой голос, и я очень рад записать этот ролик. Но ничего, надеюсь, все это выложится. И я все-таки досниму финальную версию, потому что у нас еще впереди, как я понимаю, финальная карта, которая обещает быть очень жесткой. Но эта карта, я ее просто никому не советую, потому что вы можете прожечь свой стул, на котором сидите, от того, что здесь происходит. Но мы это сделали! Все, ребят, всем спасибо огромное и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok